Девочка-пай Доброго дня, мене звати В'ячеслав Миколаївич Лютинський, я керівник секції гідеології та акоанології Київської малой академії науки. Сьогодні 26 вересня 2020 року і сьогодні ми продовжуємо серію наших походів, яку ми розпочали цього літа, мальовничими околицями Києва. І сьогодні один із цих походів, який буде і приємним, і корисним, і будемо ручати південні околиці Києва. Беруть участь сьогодні в нашій експедиції два гарних хлопчики-манівці. Це Богдан Нусуля, який написав дуже гарну роботу по рідці Либідь і є переможцем другого етапу. Зараз готується до третього загальноукраїнського конкурсу захисту робіт. І Дімка Клеменков, Дмитро Клеменков, який дуже гарний манівець, написав в минулому році гарну роботу, який теж був переможцем, а зараз відбирає тему, яку буде писати в цьому році. 11 класі, а Богдан у 10. Ще два хлопчики, три навіть, хотіли дуже піти, але я прийняв рішення про те, щоб вони залишилися вдома, бо в них там трошки здоров'я підвело, щось таке. Той каже, в мене соплі, а той каже, ще щось. Той каже, сидіть вдома, лікуйтеся і йдемо наступну разу. Ми працюємо зараз в умовах цього коронованого вірусу, і через це є деякі такі обмеження. Ми провели перед нашим заходом, і навіть інструментальне обстеження наших учасників. 36,2, 36, і скільки? 36,2, і в мене 36,2. І більше, як 36,5 температура, ми здорові, ми поїздадні, і ми йдемо. Как и раньше, у нас будет главным спикером, главным рассказчиком Александром Павловичем, которого уже много наших телеглядачей, всех геноменов знают. Саша, это практически мой однокурсник, он закончил Киевский университет немного давно, но он не потеряет связок. По специальности, метеоролог, климатолог, синоптик, а за призванием путешественник... Географ-мандривник. Что очень, так бы мовить, отвечает, географы, это вообще мандривник Киев. И Саша очень много путешествовал с этими местами, он тут живет недалеко, практически на межи Киева и области, и он нам сегодня будет рассказывать. Это село Пирогиев, которое с 1957 года входит в киевское место Киев. Но это было самостоятельное село. Первая вспоминка датуя 1627 года. И, в основном, Пирогиев. Он знаменитый чин. Село про село мало знают, что такое есть. В основном, слово Пирогиев асоціюется с музеем народной архитектуры и побитой, который расположен на этой горе. Вот там. Если идти по улице Лауреатской, идти-идти-идти, мы выходим на плато, и там и будет тот музей. Когда-то это называлось Сороча гора. Но Сороча гора не совсем соответствует какой-то романтике. Поэтому ее переназвали, и сейчас она именуется как Соловьина гора. О, прекрасно. Да. Ну, вы видите, что это село. А с того боку, это улица Червонопрапорная. А теперь вот оно называется Пирогийский пляж. А на том боке уже промысловая зона. Там розташованный киевский пивзавод. Один из оболон есть. И вот здесь. Полисий-Коно-4. Для нас это не актуально. Мы малолетки. Мы этим не занимаемся. Это дюдюнова фабрика, которую вы знаете, из площади переходят. Но это не наши люди, скажем так. Все злачные места тут. Вот. Добре. Тогда мы вирушаем поход. Я хочу вам раздать карты, чтобы вы уявили, как это все будет выглядеть. Это вот, пожалуйста. Мы сейчас находимся вот здесь. Еще, пожалуйста. Еще, пожалуйста. Еще, пожалуйста. И вопрос к Маневцу. Вячеслава Миколаевича. Что на этой карте не вистачает? Ну я, вы не посмотрите. Ну да, да, да. Будь ласка, будь ласка. Что не вистачает? Масштабно. 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 Аплодирую. Справжний географ и справжний мальчик. Правильный географ, что должен сделать, когда он слез с автобуса. Катя, дождите меня, пожалуйста. Вот здесь есть такая штука. Вот здесь. Что он должен сделать, когда он вышел? Зориентироваться. Зориентироваться. А что ему в этом поможет? Мобильный телефон. Например, это картиковая рука. Здесь нет пива с автобусами. Это шикаритные объекты Минонез. Да, да, да. Ориентироваться нам поможет, ну, мобильный телефон. Но если вдруг батарейка села, то значит тут же проблемы. А в этой штучке батарейка не седает. Это, хотя китайский, но все-таки компас, который нам поможет сориентироваться. Где певнич, где певдень. Певнич, значит там. Где? Там, или как? Мы здесь поехали, значит там. Значит там. То есть это певденная округа Киева. И мы прямуем сейчас строго на певдень. Мы сейчас пришли к струмке Вита. Этот струмок начинается, в... Это сейчас мы находимся в Пирогове. Ну, в части. Пирогова, такой апендит, значит. И, кстати, это было не только село Само, а это район, эта локация называлась Циганши. Если мы пошли по этой дороге дальше, мы попали в село Хоти. Это очень серьезное село, там около 10 тысяч жителей. Комбинат, где вывозят радиоактивные отходы из науковых исследований к киевских институтам и тех, кто имеет отношения к ядерной энергетике. Эксперименты и так далее. Значит, эта дорога ведет до того сухого. Мы туда не пойдем. О, нам туда не надо. А потом она идет в то село Хотов. И так в Хотов, и так в Хотов. И вы уявляете, что куда ни повернешься, дороги ведут не в Рим, а в Хотов. Но нам туда не надо. Так уявите, что это за село. На карте можно посмотреть. И я покажу вам, где начало начать знаменитый сталинский метро. Мы увидели его на Жуковом острове. Итак, мы при переходе на следующую локацию идем до очень интересного места, которое называется строительство сталинского метро. Сейчас Александр Иванович нам расскажет. Мы это уже проходили на Жуковом острове. И я даже не знал, что тут еще есть часть. Это не совсем локация нашей экспедиции, но это очень интересный объект. Кто видел наше видео про экспедицию на Жуков и остров, мы там много рассказывали про так называемое сталинское метро. А это уже далеко от этого места, но это так же один из кусочков. Но оно, Саша, оно имеет другую форму. Тут оно как-то вуще, а там шире. Это немного другая. Может, это какие-то допомнижние. Может, это какая-то боковая ветка. Все метро будуют, чтобы загонять вот эти поезда, суставы и так далее. Может, это не для транспортирования, а просто для отстоя и так далее? Для отстоя. Так, маски надевайте, я буду снимать. Наши маневцы, ну так вийшло, что ни одного из этих двух наших хлопчиков не был там. Но они подивляться, будут иметь время про Жук и Остров. Я там трошки прокоментую. И это действительно была очень масштабная задумка. Это певденная околица Киева. Так же под Днепром, на певничной околице, в районе нынешнего Оболона, мала быть так же, подземный тунель под Днепром. Но там только один кисон, там совсем мало. Вот. Такая задумка была. Тут працювали десятки тысяч, ну, работников, разных, может там, и свободных, и не свободных. И они сделали величезную работу. Цему бетону сколько лет? Если даже будем считать, что от 40-го, 60-х, 80-х и больше лет. И мы видим, в каком состоянии это сейчас находится. А нынешние будильники побудуют, а через год завалилось. Вот вам. И это показатель. Почему тогда не крали? Не крали. Украли мешок цементу? Полема. Украли два мешка? Ростил на месте. Мы уже все рассказали, Саша. Ну, кто-то сейчас занимается этим вопросом, вивчением, почему недобудовали? Какие-то, возможно, энтузиасты. Какие-то, ну, диггеры тут, в принципе, нет чего-то делать. Нет, нет, да. Какие-то оттанки, значит, залезти туда. А так, в общем, это какой-то палео-исторический объект. Ну, пусть будет, пусть будет. Артефакт. Артефакт, да. Да. Тут деякі наши манівцы критикуют нынешний, так би мовити, стан речей. Почему мы сейчас не строим такие тунели под Дніпром, да? Можливо, есть такая идея. Я бы ту окружную дорогу, которую хотят сделать, чуть ли не десь там в Украинске, там мест побудовать иноземный – очень дорого. Там же водосховище. Я бы там, возможно, строил тунель. Можливо. Отже, мы идем на нашу локацию. Привет, ты, кто такой. Давай, до свидания. Розказуй. Справа в том, что на улице ж можно без маски ходить. Саша, ты крамольные мысли выслушиваешь. По дороге мы нашли интересное место. На этом оплате, где будет наша точка, локация, я наступно там будем детально говорить, воно таке пустинное, безлюдное. И используется кіностудиями для съемок фильмов. Мы видим тут декорации, которые были построены военные объекты, лендажи и окопы, и входы с получием, может быть, для съемка какого-то фильма. А вообще, место интересное. А там вдалене, где-то Киев, очень далеко. Мы совсем-зовсем на певденне околице Киева. Идем, идем на третью локацию, никак не идем. Очень интересная местность. Проживши много лет в Киеве, я тут первый. Очень интересное. Еще сюда не пришли эти жахливые забудовники. Еще тут есть вольные места. Очень интересное для ландшафта, очень интересный рельеф. Здесь много вершин, много ярлов, много всего того, что интересно для географии. Мы достигли третьего путь нашего маршрута. Локация номер три. Это Киевское плато. Мы через него прошли. И сейчас будем спускаться, ну, будем так сказать, это, собственно, пойма Днепра. Куда? Туда будем спускаться? Да. Будем спускаться туда. А мы сейчас находимся на крайней точке этого же Киевского плато. Но Киевское плато – это такое великое географическое понятие, которое состоит из элементов. В данном случае мы находимся, ну, можно его назвать, Сиряковсько-церковщинским элементом Киевского плато. Урочище Сиряково. Урочище Сиряково. Мы прошли через него. А церковщина, власне, это. А внизу церковные земли. Там есть храм. Там есть два озера. Гимнники монахи отправляли свои религийные притуалы. Кроме того, тут интересный объект, антропогенный. Это мототрек киевский. Мы сегодня его проходили. Саша, ну покажи, так чисто хотя бы. Это мы находимся на одной, так би мовити, ну, плато. Височина. Другая, наступная, там трошки лиса, с этой стороны. То, наступная, это Пироговская. Там где музей, вот это. Воно китайско-пироговское. Он стоял, только один бетон, думали его взносить, а потом нашелся, мабуть, приватный дядько, который сделал у него гарный готель. А загалом, я скажу, загалом, была очень хорошая задумка. Тут находится база «Динамо» и база подготовки Олимпийских резервов. Ось они там. И было задумано вот, что с техническим обмином, до всех этих подействий, значит, революционных, в 13-14-м году, было задумано тут побудути великий спортивный центр, побудути еще один великий стадион, который бы дублювал а то и Олимпийский. И этот готель был одним из элементов майбутней инфраструктуры. Но это все завершилось в планах. А там далеко мы видим житловые массивы. Это уже Осоколки, Позняки, а там банк Аркада, который нам подсунул великую свиню. Побудал молодежный квартал. Патриотика просто патриотика, и патриотика на разрях начал строить, и лопнул. Это окременно тема больная. Дорога это Новообуховское шосе еще называется Днепропетровским. Новообуховское Новообуховское старое обуховское шосе Каланчу где? Вот Каланча Я знаю там надземный перехит и там машинки стоят. Вот старое обуховское шосе, а вот это Чапаевка а сейчас Литовский. Вот база Динамо, а слева база Олимпийского резерва. Между ними находится водонапирная И мы я туди 10 лет ездил с футболистом. Вот такое очень интересное место. Очень, очень и очень. А, хлопчики, вы раздавилися стратегические объекты? Где? Это все секретно. Куда ты дивишься? Что ты там побачил? Я смотрю на фото. Грудно его? Да. Цикавое место, Димка. Что ты скажешь? Сказали? Дуже Цикавое. Цикавое? Да. Богданчик, интересное место? Да. Дуже. И даже тут есть предмет твоих захоплений. А туда можно даже упасть. Я покажу. Да, Саша. Все нормально. Саша, я только покажу. Я сейчас пойду. Стань вот так. Да. А это я просто для тех, чтобы туда никто не упал. Мы попередили. Техника безопасности. Богдана забрали подходить. Это четвертая локация нашей подорожи. Мы достигли озеро. Озеро, которое называется Відро. Почему оно так называется? Это, как говорится, завдание для маневцев. Завдание для маневцев. Но оно интересно. Потому что тут присутствует не только география, но и филология, и даже какие-то фотографии. Этнос. Этнос. Да. История. Вот это такое озеро Відро. Оно достаточно великое. Оно немного меньше. Там дальше еще одно озеро. Это блакитное озеро. Куда все любят. Кояне. Это на дачах уже? Ну, это там. Ага. Я там был. Но это озеро, по сравнению с этим озером, оно глубже. Набагато. Видите, что не было тут дождя. Какой период уже достаточно долго. А оно, в основном, и не збелилось. Саша, проводим параллельно с синем озером на винограде, которое высохло почти полностью. Вот так вот. И тут есть в этом озере живность. Вот есть рыба то собой. Но тут гниздятся плавные птахи. Например, вот бакланы. А тут появляется баклана, а то голова? Но сейчас, может быть, они уже отлетели, я даже не знаю. Но влитку их тут можно увидеть. Это очень хорошие птахи. Очень хорошо пирнают. И вообще такие... Ну, в этом году, в связи с коронавирусом, мы немного припизнилися. Потрапить сюда. Планировали все это влитку. Можно было и как-то занурить озеро. Скупаться, отдохнуть. Но, на жаль, обстоятельства... Это все у нас еще попереду. И вот на самом конце нашего перебивания на озере Ведро такую небольшую панорамку. На мой взгляд, это лучшее озеро в Киеве и на его околицах. По-перше, великое. По-друге, просто в лесе. Из всех сторон лис. По-третье, чистое. По-четверте, немало много смятя. Люди, которые отдыхают, ведут себя хорошо. Теперь, что вы, хлопчики? Ну, вы не хлопчики, вы в Маневске. Мне понравилось здесь? Ну, первое, это озеро. Конечно, понравилось. Действительно, это замечательное озеро. Незагадженное, скажем, культурное. Много людей, но нет смятя. Да. С многими другими озерами, что я в Киеве, это, мабуть, чаще озеро, а также красивые краевиды. А как вы относитесь до того, что тут задача не было про топонимику, или как она называется, про то, чтобы изучать шестою речкой Вита, одни говорят «стромок», двои кажут «речка», течет туда и сюда, на всех картах по-разному. То есть для нас, для Маневцев, есть очень большой фронт работы. Надо это все изучать, изучать старовинные карты, изучать космические и аэрофотозъемки, и найти истину. А вообще вы как? Вы доволены, что потратили несколько часов не на сиденья, а на гаджетах, я их называю гадами в своих смартфонах, а на природу? Не жалкуете? Не жалкуете? Правильные географы растут. Да, растут. Ну, хлопцы, желаем вам успехов, пишите хорошие работы, Богдан, тебе хорошо защититься, пишите хорошие работы уже в 11 классе, готовитесь к ЗНО. Ну, как мы говорим, у вас все вперед. Все вперед, ходите, не сидите дома, погода позволяет, но в природе нет плохой погоды. Ну и все, Саша, идем на завершающий этап до цивилизации. На этой последней локации завершается наш сьогодний маршрут. Ну, я думаю, что мы выполнили программу, которую мы начали. Мы побывали на всех локациях, которые были в обещании. Но я думаю, что даже для меня, который прожил очень много лет, было такого много интересного, которого я вообще не знаю. Ну, и я хотел еще на остальных сказать, что так вышло випадково, что мы как бы были в туристическом проходе. И как раз завтра, 27 вересня, отмечается Всесвитный день туризма. Мы все туристы. Одни больше, такие спортивные фанаты туризма, други тоже таки сами, а третий уже стартоватый, но мы все туристы. Всем я вас витаю. Я вважаю, что туризм, это не просто, дякую Леонсандру Ивановичу, который не просто знавец этих мест, а он хочет передать то, что он знает, да он был лучше. Было очень интересно, есть что запоминать из этого в Локовице? На самом деле, было очень интересно было очень интересно выйти на природу, как раз из тесного места забуденного, також много чего нового побачили, экологически чистого, и родного. Теперь, когда ваши друзья, может быть, даже батьки, могут спросить, куда пойти в выходный день, вы сможете их узнать. Знайди, побачь, открой новые просторы, незавиданное нам шепче таемничо, моря бездонди та величние гори. Географии завжди в дорогу кличуть, они сдолают реки та болота, им не страшные сниги, дощи и тумани, Geографии пройдут по всคюз abort и пробежать по вс Türk верите В географии успеху и на морозе В походах с рюкзаками за плечима И если спиткнешься на крутой дороге Тебе рука товарища поддержит Под корнем вместе мы гирские высоты Перепливем моря и океаны Географии пройдуть по всех широтах И пробежать по всех меридианах Географии пройдуть по всех широтах И пробежать по всех меридианах Життєвий вир не наче лихоманка Куди ты в нём плывешь и сам не знаешь Но одного разу на святанку Что ты географ, раптом ты сгадаешь Тож оближь буденні справи Та турмоти З тобою нам стоїти ещё зарану Географии пройдуть по всех широтах И пробежать по всех меридианах Географии пройдуть по всех меридианах Раз Географии пройдуть по всех широтах И пробежать по всех меридианах Географии пройдуть по всех широтах И пробежать по всех меридианах Географии пройдуть по всех широтах И пробежать по всех меридианах Географии пройдуть по всех широтах И пробежать по всех меридианах Географии пройдуть по всех широтах И пробежать по всех меридианах И пробежать по всех меридианах